Когда я получила квитанцию о плате ЖКХ, компании «Забота», то увидела, что плата за жилое помещение повышена на 11,94%. А вот на каком основании они это сделали, не знаю. Тарифы поднимают, а работу в доме никакую не проводят. В подъездах грязь, стены осыпаются, мусорка выбаливается. В доме проживает очень много пенсионеров, и повышение тарифов существенно бьет по их карману. Пенсии настолько не прибавлялись, сколько они. Каждый год. Ладно, я бы согласна платить, но за что я плачу? Тогда вот зайдите в подъезд и посмотрите, что там делается. Ничего ровным счетом. Многие жильцы поддерживают и соглашаются с Ольгой Дмитриевной. По словам людей, в доме постоянно ломается система водоснабжения. Житель дома Евгении уже неделю не может дозвониться до управляющей компании. С целью наладить водоснабжение в доме. В стояке горячей воды, горячего водоснабжения, идет холодная вода. Значит, сколько не даем заявку, чтобы пришли, разобрались, в чем дело. Ведь счетчик мотает, как горячая вода, а идет холодная. Значит, никаких результатов. В четверг подал заявку, ничего. Сегодня позвонил. Как будто и не знают, что у нас такая проблема. И ни один я, жильцы многие звонят в компанию, никаких результатов. Год назад обращалась, что у меня заливает восьмой этаж в туалете. Бесполезно. Подойдут, посмотрят, это у вас давношний затек. Это у вас давношний затек. Никто ничего не делает, абсолютно. Ну, я просто... Девятый этаж, если что-то вызывает, любая квартира сантехников, они, значит, спускаются вниз, там делают все в подвале. А потом, нет, подожди. А потом, значит, вот когда идет холодная вода, значит, просят с девятого этажа спускать воду. На каком основании она должна спускать воду, когда эти должны делать сантехники? Ну, она себе убыток делает. Представьте, до девятого этажа надо спустить, пока пойдет кипяток. Но это же неправильно. Люди не против платить за коммунальные счета, но не понимают, за что платить. За два года работа их. Они не отчитали, что они сделали в доме за эти два года. Просим предъявить, на каком основании начислены суммы. Берут деньги, а ничего не делают. Просили отчитаться за два года. Никто, ни ответа, ни привет. Мы даже самого директора не знаем. Недовольствие оставляет и содержание подъезда, которое включено в квитанцию. На лестничных клетках забиты все окна, стены обшарпаны, сломаны перила. Вот муж болел, скорая приезжала, заходит к нам и плюется. Плюется, говорит, ой, до ваш подъезд зайдешь, ну такая санитария, ну такая, ну мы и при чем здесь. Ну вы хоть бы сложились. Кому мы, говорю, мы так каждые две тысячи платим за содержание жилищного фонда. Мы приехали по адресу, где находится управляющая компания, которая обслуживает этот дом. Управляющая компания «Забота», которая обслуживает дом, отказалась давать комментарии. Вместо этого они предоставили три телефона, по которым мы пытались дозвониться вчера и сегодня. Ответа не последовало. Жильцы и дальше намерены бороться за наведение порядка в своем доме. И готовят коллективное обращение в прокуратуру, в следственный комитет и губернатору. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж.